Пациент опять же выбрать. И второе мы сегодня постараемся провести пальпацию, то есть пальпацию мускулатуры, потому что это второй объективный признак, который нам позволит после капры что сделать? Проанализировать, что у нас с мышцами. Лучше, хуже. Опять же здесь сейчас мы диагностировываем в основном врачей. Это может быть не совсем корректно, потому что доктора часто все здоровое. Они за собой следят, следят за каким-то проблемам. С другой стороны, мы знаем, что наша работа нервная, согласитесь. То есть мы можем довольно серьезно выдавать дисфункции. И вот здесь, если будут зоны каких-то хронической боли, ну может там в хоккей играл травмы колена, не дай бог была, или там какая-то еще головные боли, это вы уже сами отметите. Опять же, характер изменения болевого синдрома у пациентов, они иногда все вам тут разрисуют, да, но мы видим пока, как после изготовления, как какие-то боли ушли, где-то остались, и мы смотрим, зависит ли это от жевательной системы или нет. Поэтому вот сегодня вот сейчас немножко над этим поработаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok